здравствуйте друзья я попытаюсь ответить на интересный вопрос который мне задали значит сначала предыстория предыстория такая что я когда-то там о чем-то рассказывал и высказал такую мысль что в америке честным человеком выгоднее быть чем нечестным ну вот в том смысле что ты можешь конечно что не такое украсть там и так далее ну как бы дороже выйдет и дело не даже не в том что люди не воруют те которые не воруют не то чтобы они не воруют потому что боятся что их поймают подавляющее большинство людей которые не воруют у них внутренние барьеры им просто не позволит что-то украсть ну просто потому что они как бы считают что это нехорошо то есть у них есть внутренние какие-то барьеры которые не позволяют им вести себя плохо но не только украсть но там обидеть ребенка там я не знаю там на хамить нагрубить но что-нибудь такое сделать неэтично и так далее у них внутренние тормоза не не потому что они боятся наказания но если человек ведет себя как-то плохо ну не может какие-то преступления совершать мелкие там правонарушения может вести себя по-свински и так далее это ему как бы боком становится это правда то есть гораздо проще весь быть хорошим законопослушным и ты меньше потеряешь так или скажем так больше приобретешь чем если ты будешь где-то там срезать углы какие-то и вот человек который задал вопрос он эту мысль так сказать уловил и спрашивает меня вот вы говорите что честным быть выгоднее ну просто выгоднее а как же тогда трамп говорит он так неожиданно вывернул понимаете как человек я такое довольно общее утверждение не делал относительно людей простых так сказать относительно той америке которая ведь состоит из простых людей это как бы львиная таскать часть страны львиная доля населения но вот он друг а вот конкретно вот этот человек там и тогда значит друзья первое что я хочу сказать что в америке полно жуликов проходимцев абсолютно бессовестных мерзопакостных вот как бы руконеподаваемых и так далее полно как мошкары где-нибудь там на болоте их очень много я не хочу сказать что их нет вы можете сказать а как же тогда с точки зрения выгоды ну понимаете есть люди которые по честному просто не могут они они по-честному не заработают по-честному он должен где-то сидеть где-то работать как-то себя там вести быть как все ему этого мало ему этого не хватает он думает как выбраться вот куда-то и он не может у него нет такого образования чтобы быть там скажем инженером у него нет такого интеллекта и таких навыков которые позволили бы ему быть на хорошей позиции в какой-то там серьезной компании у него нет талантов которые позволили бы ему создать свой собственный бизнес который нарабатывал бы клиентуру репутацию доброе имя хорошо зарабатывал и так далее есть такие люди я хочу сказать что там где вы живете так вот там где вы живете в той стране где живете вы посмотрите сколько вокруг проходимцев сколько бездари сколько воров уродов самых немыслимых самых невероятных уродов они в америке есть точно так же но может быть их как бы меньше в том смысле что очень большая часть населения это совершенно нормальные законопослушные в общем-то очень приличные люди но все остальные тоже есть и если мы говорим что выгоднее быть ну просто реально выгоднее быть честным законопослушным работящим и так далее это не значит что все люди так ведь согласны с этим и или как-то чувствуют сердцем что вот это выгоднее они другие они живут по-другому тут еще знаете что получается сама система что ли сама система создает очень много возможностей для проходимцев таких вот мелких ну например вот я работодатель да если я не заплатил там сидорову за его работу допустим я обещал ему 1000 долларов а заплатил 200 и часто люди жалуются вот что вот особенно нелегалы что вот им недоплачивают особенно им соотечественники доплачивать даже если ты нелегал ты идешь к лейбор комиссионеру которую там у тебя есть вот по на местности и говоришь не заплатили и лейбор комиссионер вызывает вот этого кто не заплатил и он прям вот при тебе выписывает чек ни копейки не стоит а если не выпишет вот тогда совсем другие дела начинаются у него неприятные выпишет чек сходу без звука и вот братья это если вот я сидорова должен а теперь представьте себе что есть компания вот я сидорова нанял через компанию компания может быть сидорова должна 1000 долларов а я должен компании может быть две они там удерживают себе что-то я должен компания 2000 долларов и не плачу вот что делать компании ну вариант с утюгом значит отпадает да и сумма такая знаете значит ну что вот может сделать компания она может нанять адвоката этот адвокат подаст на меня в суд в интересах этой компании соответственно значит там ну они могут ходить 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 там что-то такое дело но дело в том что та сумма из-за которой весь сыр бор она настолько смехотворно во-первых за 1000 долларов там или за 2 ни один адвокат эмарацци не станет ну в общем если так уже прийти к отношениям между компаниями на уровне тысяч 15-20 ну ну пусть даже 10 зависит от разных обстоятельств это сумма из-за которой никто даже и разговаривать не станет уже хрен с ним не заплатили пошел дальше очень много вот такого мошенничества когда ну просто дешевле отступиться чем допустим ходить и по суду выбивать какую-то сумму вот например вы но не вы ну кто-то нанял там человека выполнять какую-то работу большой строительный подрядчик взял суп подрядчиков этот суп подрядчик в течение 10 месяцев выполняет какую-то работу каждый месяц он выставляет счет и ему оплачивают этот счет этот счет оплачивается не в тот же день а есть обычно 30 а очень часто и 60 дней на оплату но для того чтобы счет выставить значит надо чтобы месяц прошел работа была сделана вот в этих работа сделана выставили счет даже если еще 30 дней прошло так уже 60 от начала периода времени и вот на 60 дней отсрочка представьте себе что работа закончена у меня на там эти 60 дней значит не выплаченные счета я мне их не плачь тыр-пыр туда-сюда и получается как бы но если тебе не платят они платят потому что исходит из того что больше ты мне нужен вот и мне будет пока ты им нужно эти плать как только не нужен там пару-тройку месяцев это норма это почти норма то есть я серьезно говорю я очень много с этим сталкивался вот сплошь и рядом и из индии и из америки и откуда хочешь вот тебе раз там и пара месяцев не заплатить поэтому что я хочу сказать система вот это вот расчетов и взаимоотношений выяснения взаимоотношения такая что чем связан уже хрен с ним там там 20 тысяч там 15 тысяч 30 тысяч там кто будет связывать кому кому делу есть там у кого есть силы на вот собственно и все зачем чему мы это все до трамп трамп в данном случае мы не говорим о трампе как предпринимателем хотя он известен тем что не платил подрядчик а вот так и говорит ну там собирает подрядчиков год ну чё пацана я вам там должен значит кто готов принять там 40 центов за доллар вот пусть идет вот к окошку там получит все остальные можете идти в суд а получите еще меньше примерно тогда это он как предприниматель дел но в той мере в какое ему неинтересно было с этими людьми больше дальше разговаривать по окончании проект тех с кем ты хочешь продолжать отношения тем ты платишь аккуратно но если мы говорим о политиках и не о трампе как трампе там бог с ним с трампом это такая как бы очень одиозная такая запредельно такая фигура не нестандартная для политиков но вот политик двойственность положения политика состоит в том что с одной стороны он должен ну избираться да вот мы должен получить голоса избирателей он должен апеллировать к избирателям он должен обещать ему должны поверить и тогда это с одной стороны с другой стороны для того чтобы избираться для того чтобы попасть в списке для того чтобы как бы вот за тобой стояла какая-то партия если только ты не на свои гуляешь денежки то значит ты должен отработать тот и инвестиционный капитал который то партия в тебя вложила вот может быть ты лично допустим и хотел бы сделать то что ты обещал своим избирать но те люди которые давали тебе деньги на избирательную кампанию они как ты не можешь этого сделать вы же ты может если ты это сделаешь что ты у нас отнимешь там такие-то средства и мне для того мы тебе деньги давали чтобы ты у нас еще из кармана вынимал мы же тебе не для этого давали поэтому он как бы должен с одной стороны политик он маневрирует он должен удовлетворить и тех и других он должен найти способ как бы чтобы избиратель был доволен и продолжал за него голосовать и те кто его финансирует были довольны и в этом сложность работы политиков понимаете там тоже есть люди талантливые а есть бездарные там есть такие с каким-то с достоинством внутренним а есть абсолютно проститутки такие эти дешевые разные бывают политики и предприниматели бывают разные и просто граждане бывают разные найти и даже в церковь вот вроде пошел там перекрестился потом вышел что-нибудь украл и не то что церковь и в синагогу и в мечеть куда угодно пойти это не не то чтобы как-то уже очень ему мешало на самом деле поэтому политик постоянно находится в ситуации когда к нему в претензии кто-то к нему в претензии избирателей к нему в претензии тех кто давал деньги к нему даже даже если как бы более-менее все довольны более-менее довольны всегда есть кто-то кто недоволен приводите потому что он вот голосовал он себе чего-то намечтал он думал что ему там тут и там а здесь ему не выпало не перепал и так далее так далее ну да да бывает поэтому честный политик правдивый политик там какой-то еще или так далее это все категория такая ну не очень реалистичная не очень реалистично потому что одно дело он обещает и он может быть в этот момент даже искренним совсем другое дело насколько он в состоянии потом это делать и очень часто мы видим ну собственно всегда мы видим что политик он что-то обещает а потом ну какую-то часть он делает какую-то часть он не может или не хочет или просто не в состоянии вот допустим тот же трамп например будучи президентом он очень хотел сделать какие-то вещи но просто не не мог вот и казалось бы большинство в обеих палатах вот с тем же с тем же забором там вдоль мексиканской границы с иммиграционной реформой с реформой здравоохранения и так далее так далее то есть вроде бы вот как бы все у тебя есть в руках а просто некомпетентен он не умеет то есть он в твиттере может написать а допустим договориться с сенаторами уже не может это же надо политиком быть понимаете в твиттере написать политиком быть не нужно можно быть клоуном можно быть там честным или проходимцам там умным или глупым это неважно вот какая у тебя есть аудитория кто и ты обращаешься а так чтобы вот реализовать что-то это же надо надо квалификацию иметь думаете легко договориться там даже даже из своей партии собственный как как с ними договориться у этого 1 там головная боль у другого другая один говорит дайте мне денег на мост другой говорит дайте мне там денег на я не знаю там что-нибудь еще защиту окружающей среды у каждого в штате своя ситуация свои какие-то дела и президент он тоже не там не не то что он все всеми деньгами распоряжается и так далее пошло и поехал уметь надо уметь надо политиком надо быть хорошим искусным политиком надо быть со всеми договориться все интересы вместе свести и довести дело до конца поэтому и даже если ты доведешь дело до конца все равно скажут что ты жулик что ты поступился принципами ты должен был стоять насмерть и так далее так далее давайте поэтому судить политика по тому чего он обещал и чего он сделал и так далее дело в общем-то не неперспективное и независимо от трампа который безусловно там постоянно лжет и то есть такой помойки вообще даже представить себе невозможно которую несет но дело не в этом даже если он был там честнейший человек все равно его бы обвинили во всех смертных грехах или скажем так любого человека на его посту всегда кто-то обвинит в абсолютно всех смертных грехах поэтому это такая реальность с которой мы имеем дело и так далее чего там трамп друзья вот блогер казалось бы вот я портнов михаил петрович 56 года рождения из москвы еврей женат дочь и две внучки вот казалось бы еще хочешь можно про меня сказать то есть не то что можно так они же и говорят и говорят и пишут и так далее так далее но по большому счету разве это как-то определяет кто я есть нет это определяет кто они есть вот вот чего он сказал вот это он и есть реальность от этого не изменится реальность такова что всегда кто-то скажет молодец кто-то скажет урод кто-то скажет честный кто-то скажет проходимец кто-то скажет он там второй моисей кто-то скажет он там третий гитлер это все это все абсолютная шелуха то есть если ты в политике ты вообще не должен на это реагировать никак вот так что так я думаю счастливо